Зареченский технологический институт лишили лицензии и ряд студентов теперь не получат дипломы. Такие слухи распространились по Заречному накануне окончания учебного года и вручения студентам этого учреждения документов об образовании. Родители выпускников забили тревогу и обратились за разъяснением ситуации на телевидении. У нашего ЗТИ, технологического колледжа нашего Зареченского, отобрали лицензию. То есть специальности, на которые обучались мои дети, в Пензе существует только в Нижнем Ломове и в Сердобске. То есть в Пензе, в Пензенском ПГУ такой специальности нет. Дети, у которых специальности есть, те сдали в ПГУ диплом на свои работы. А вот эта группа осталась в подвешенном состоянии. Мы проучились 4 года и теперь мы не можем получить вот этот диплом в государственном пространстве. Появилась даже версия, что ЗТИ не выдержал прокурорской проверки. Поэтому часть студентов не получит документов о среднем профессиональном образовании. Сотрудники прокуратуры действительно работали в ЗТИ. Но у них была задача проверить соблюдение мер безопасности. Мы проводили проверку исполнения требований антитеррористического законодательства, законодательства о безопасности, в принципе здания и территории. Выявлены ряд нарушений в вопросах безопасности. Территория не ограждена. К примеру, что тревожная кнопка износилась, турникеты не установлены. Ими уже выделены деньги и разработан проект на устранение нарушений. Вопросов о лишении лицензии не вставало. Вопрос получения диплома о среднем профессиональном образовании волнует и 25 студентов Зареченского технологического института. Все они учились по специальности техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. По словам ректора Пинзенского государственного технологического университета, филиалом которого является ЗТИ, речь о лишении лицензии не идет. Учреждение готовится к очередной аккредитации образовательной деятельности. По образовательным программам Зареченского технологического института мы первоначально также подали заявку на государственную аккредитацию. Но в связи с тем, что в ходе аккредитации было выявлено несоответствие требований, касающихся обязательных условий обеспечения учебного процесса, а именно наличие стадиона открытого типа с полосой препятствий, по формальным признакам было выявлено, что оформление этого стадиона открытого типа с полосой препятствий не в полной мере соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта. В настоящее время руководство Пензенского государственного технологического университета решает проблему со стадионом. Но и о 25 выпускниках курса техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта никто не забыл. У нас нет аккредитации, потому что у нас последний год по этому направлению не осталось ни одного студента. А когда нет студентов, мы не можем заявлять на аккредитацию. Мы, вот студентов, а там 25 человек, перевезти сюда к себе для завершения обучения и прохождение итоговой аттестации не имеем права. Поэтому мы договорились с нашими коллегами из Пензенского государственного университета. Вопрос согласован. И 1 августа этого года вот эти 25 ребят, выпускников специальности техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта пройдут итоговую аттестацию в Пензенском государственном университете. После успешного преодоления этого этапа 25 выпускникам курса техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта будут вручены дипломы о среднем профессиональном образовании. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».